Чтобы начать свое дело, нужно не так много, главное – желание. Это доказывает победители регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2016». Все они начали свой бизнес не больше года назад. Роман Лазарев – победитель в номинации «Производство года». Вместе с товарищем решил заняться производством строительных панелей. Продукция на рынке востребована, бизнес пошел. Основная и главная, наверное, проблема – это неполная продуманность бизнес-моделей. Как это можно преодолеть? Более ответственно и тщательно подходить к написанию, созданию бизнес-плана, просчитывать риски. Но при этом по мере движения, скажем так, по мере создания бизнеса, риски все равно дают о себе знать. К этому нужно быть готовым, и нужно быть готовым их преодолевать и вести свое дело до конца. Своими идеями создания бизнеса с начинающими предприниматели делятся опытные коллеги. Молодые инженеры из Тулы демонстрируют спутниковое оборудование. Небольшие приспособления позволяют отслеживать, например, движение транспорта хоть в Арктике, хоть в Средиземном море, там, где привычной GSM-навигации нет. Молодые конструкторы сами разрабатывают устройства, сами их и собирают. У нас есть Тайга, у нас есть Сибирь, где, разумеется, никакому покрытию GSM речи не идет. У нас есть много морей, где плавают наши корабли, перепредаются грузы. И если клиент хочет мониторить какой-то свой подвижный объект, но он понимает, что там не будет мобильной связи, не будет мобильного интернета, на помощь приходит наше оборудование. Участникам форума помогают понять, как себя и свой бизнес сделать успешным. Навыкам продаж, ведения переговоров молодых предпринимателей обучают в ходе деловой игры. Мастер-класс ведут бизнес-тренеры из Москвы. Это симуляция бизнеса, то есть мы строим рынок, как он есть, его простую модель. Участники сами находят те навыки, которые им больше всего помогают достичь финансового успеха. Здесь они зарабатывают деньги, здесь они строят фабрику, здесь они помогают друг другу, если они образуют партнерство, и в конце сами победители подводят итоги. Эти итоги они рассказывают остальным участникам и учатся именно на опыте, который они получают в течение игры. А вот с помощью такого дерева бизнес-удачи у начинающих предпринимателей была возможность попросить консультацию, финансовую помощь, найти сотрудников, партнеров, просто приклеив на ветку стикер с номером своего телефона. На форуме сегодня собрались полторы сотни молодых бизнесменов со всей области. Именно на них сейчас сделается ставка. Это они будут создавать дополнительные рабочие места, платить налоги, которые пойдут на решение социальных проблем в регионе. В области уже пятый год реализуется федеральная программа поддержки молодых бизнесменов. Их обучают финансовым навыкам, бесплатно предоставляют юридическую помощь, финансовую поддержку. В этом году у нас 25 миллионов средств регионального бюджета и федерального бюджета было направлено на предоставление грантов начинающим предпринимателям. 50 грантов по 500 тысяч рублей было отдано предпринимателям, деятельность которых осуществляется до одного года. Причем на 50 грантов было подано более 160 заявок. То есть конкурс достаточно высокий. Победители же регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2016» не только смогут представить Тульскую область на всероссийском финале. Он пройдет 15 декабря в Москве. Каждый получит еще и по 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса. Надежда Мюрехна, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...